Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы проводим вебинар «Успеи первым заработать на акциях Deutsche Bank». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Коротко расскажу о формате нашего вебинара. Сейчас, через некоторое время, чат будет недоступный. Мы развернем экран и будем говорить непосредственно о Deutsche Bank. Посмотрим на его историю, сравним Deutsche Bank с конкурентами, посмотрим на финансовые показатели банка, на прибыль, на выручку. И в заключительной части нашего вебинара мы уже составим прогноз, как же можно будет заработать на акциях данного банка. Сегодня будут даны два прогноза. Первый прогноз – каткосрочный, до конца месяца, то есть на две недели. И также будет дан среднесрочный прогноз на ближайшие несколько месяцев. Благодарю всех за обратную связь. Мы начинаем наш вебинар. И сейчас я... Так, немного хрипите. Немного отрегулирую микрофон. Да, отлично. Благодарю за обратную связь. И тогда мы начинаем наш вебинар, чат, сворачиваем. И вначале обратимся к истории. Необходимо отметить, что не так давно, буквально 7 дней назад, Deutsche Bank отпраздновал свое дне рождения. Ему исполнилось 146 лет. Он был основан 10 марта 1870 года. Deutsche Bank является крупнейшим банком не только в Германии, но и вообще во всем мире. Штаб-квартира банка расположена в финансовом центре Германии, то есть во Франкфурт-на-Майне. И Deutsche Bank у нас является трансляциональным банком и представляет весь спектр финансовых услуг. Данный банк имеет филиалы в более чем 70 странах мира, включая офис в Москве. Также необходимо отметить, что банк является ведущим маркетмейкером на валютном рынке Форекс. Вот сегодня многие участники нашего вебинара, или практически все, я думаю, торгуют на валютном рынке Форекс. И вот тема маркетмейкера всех интересует. Кто такие маркетмейкеры? Что это за таинственные такие люди, организации и так далее? И вот как раз сегодня мы говорим об одном из ведущих маркетмейкеров. На долю Deutsche Bank приходится порядка 22% всех ежедневных операций на валютном рынке Форекс. То есть, каждая пятая сделка проходит именно через Deutsche Bank. Deutsche Bank занимает первое место в мире, по обороту, среди маркетмейкеров на втором месте находится уже американский банк Citibank. На его долю приходится 15%, то есть у Deutsche Bank есть отрыв, причем такой достаточно существенный. Также необходимо отметить, что Deutsche Bank один из пяти банков, которые участвуют в золотом фиксинге. В золотом фиксинге у нас появился в сентябре 1919 года. На лондонском межбанковском рынке золот устанавливается на непосредственно желтый металл. И вот как раз участвуют в этом фиксинге пять банков, включая Deutsche Bank. В нашей компании FreshForex вы можете торговать CFD на акции данного банка. Данные акции торгуются у нас на Нью-Йоркской фондовой бирже на NICE. Теперь обратимся уже к анализу сектора. У нас Deutsche Bank относится к финансовому сектору, где основными его конкурентами являются такие глобальные банки, как JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon, Credit Seas и BlackRock. Также есть еще и ряд других банков, но они уже уступают по размеру Deutsche Bank. И вот здесь мы сегодня будем говорить именно о крупных банках, которые, скажем так, находятся на одном уровне с Deutsche Bank. Сегодня будем говорить о глобальных банках и будем сравнивать их друг с другом и посмотрим, какой же банк у нас в итоге более сильный, какой более слабый. Вот здесь представлена как раз корреляция непосредственно данных банков по доходности их акций. И необходимо отметить, что за последний месяц здесь представлен график краткосрочной тенденции за месяц. Здесь у нас в лидерах находятся бумаги Deutsche Bank, которые проросли чуть более 12,5%. Это у нас самая верхняя линия синего цвета. И другие банки также все подросли, но более скромными темпами. Допустим, BlackRock и Credit Seas чуть более 7%. И хуже всех за последний месяц чувствовал себя банк JP Morgan Chase. Его котировки потяжелели всего лишь на 1,01%. То есть практически не изменились, грубо говоря, флэп. Поэтому получается, у нас есть небольшой позитив. То есть инвесторы покупают акции Deutsche Bank, наращивают длинные позиции. И пока что Deutsche Bank у нас является лидером по отношению к своим аналогам. Теперь посмотрим непосредственно на динамику выношки. То есть сейчас мы с вами поговорим уже о финансовых показателях, о ключевых финансовых показателях. И затем перейдем к сравнению уже непосредственно Deutsche Bank с его конкурентами. И начнем с финансовых показателей. Рассмотрим выручку Deutsche Bank. Здесь представлена динамика выручки начиная с 2008 года. То есть именно тот год у нас был кризисный. Последний мировой кризис, который начался в Штатах в 2007 году. Кто-то говорит, что уже в 2006 году в Штатах он начался, имеется в виду на рынке ипотечных ценных бумаг. Но в целом, если смотреть по экономике, то как раз именно замедление экономического роста, рецессии в Штатах и в целом в мире началось именно в 2008 году. Поэтому как раз будем говорить о том, что кризис у нас последний мировой был именно в 2008 году. А все, что было раньше, это предвещало данный кризис. И здесь необходимо отметить, что выручка компании демонстрировала рост. Рост до 2012 года, когда у нас был установлен пик. И не достигла немного выручка 50 миллиардов евро. И затем выручка пошла на спад. То есть уже не было роста выручки. То есть тот максимум, который бы стоил в 2020 году, его Deutsche Bank не переписал по выручке. Что является фактором негативным. Потому что если выручка не растет, то и не будет расти чистая прибыль. Потому что выручка с прибылью, она взаимосвязана. Чем больше выручки, тем и с одной стороны больше прибыли. Но не всегда бывает так, что выручка очень сильно выросла, а прибыль может упасть. Если у компании очень много долгов, ей необходимо расплатиться по кредитам. Но, по крайней мере, никогда не бывает такого, чтобы выручка, допустим, у нас очень сильно упала. А при этом чистая прибыль выросла. Здесь уже такого у нас не бывает. Поэтому на выручку всегда необходимо смотреть. Но это фактор не главный. Это фактор показывает то, что можно ли нам ожидать в будущем, допустим, увеличение прибыли. Или все-таки не стоит. Пока что выручка замедляется. Теперь посмотрим непосредственно на саму чистую прибыль. Потому что выручка, это, конечно, хорошо. Но выручку в карман не положишь. Потому что в карман уже можно положить только чистую прибыль. И вот здесь у нас уже ситуация не такая позитивная. Если мы посмотрим на эту диаграмму, то мы с вами увидим, что последний год, а именно 2015 год, банк у нас завершил в негативной области. То есть банк получил чистый убыток в размере 6,79 миллиарда евро. Причем это гораздо больше, чем в кризисный год 2008 года. А в кризисном уровне, когда убыток достиг отметки 3,9 миллиарда евро. То есть практически в два раза у нас увеличился чистый убыток. По сравнению с последним кризисом 2008 года, соответственно, ситуация печальная весьма. В 2009 году был рост прибыли, в 2010 году был рост, и в 2011. Затем уже мы с вами можем увидеть в середине текущего графика, как чистая прибыль стала резко падать. Она очень сильно упала в 2012 году, и в 2013 году была такая небольшая. И вот уже в 2015 году банк получил убыток. Убыток связан с тем, что к банку было применено много судебных исков, различные судебные разбирательства, банк штрафовали в различных юрисдикциях. И также необходимо отметить, что банк стал проводить ресурсизацию проблемных активов. То есть он стал что-то списывать из своего баланса. У банка очень много плохих активов на балансе, то есть он активно покупал и покупает до сих пор различные рисковые инструменты, такие как, допустим, различные деривативы, плюс облигации, которые, с одной стороны, могут принести потенциально высокий доход, но подвержены высокому риску. Так называемые мусорные облигации, преддефолтные облигации. И по ним, конечно, ставки доходности очень высокие, но где высокие ставки доходности, там и есть высокая вероятность дефолта. Соответственно, если будет дефолт объявлен, то ничего в итоге одержатель не получит. Либо получит, но незначительную часть, допустим, если у нас, допустим, Deutsche Bank купил облигации какого-либо, допустим, предприятия коммерческого банка, в итоге увидит, что предприятие подало риск о банкротстве, и начинается процедура банкротства, распродают активы, и причем активы продают по более низким ценам, чем они в балансе значатся, потому что, когда идет процедура банкротства, то все продают по гораздо более низким ценам. Допустим, есть у компании какой-либо станок, он стоил в начале года, допустим, января, 1 миллион евро, но когда введена процедура банкротства, то за миллион его продавать не будут, потому что не смогут его продать, кому он будет нужен за миллион. Будут продавать, допустим, его за 700, за 600 тысяч, за 500, лишь бы только найти покупателя. Соответственно, уже получается меньше выручки, и, соответственно, в итоге уже не те деньги получают непосредственно держатели долговых инструментов. Поэтому здесь как раз и получается, что банк начал проводить реструкализацию, и в итоге все вот эти процессы, судебные инсты, списание плохих активов, они привели к тому, что сформировался убыток впервые с 2008 года. Необходимо отметить, что чистая прибыль является важнейшим фактором для любой компании, будь то банк, или, допустим, промышленная компания, страховая и так далее. Всегда трейдеры, инвесторы покупают акции тех компаний, когда они показывают прибыль. Причем активно покупают в том случае, когда прибыль растет. И всегда плохо относятся к тем акциям, где прибыли нет, либо прибыль падает, а еще хуже, где в итоге формируется убыток. И вот если посмотреть, то убыток очень сильный у Deutsche Bank, и в итоге у нас получается такая негативная тенденция. Необходимо также отметить, что не так давно, буквально месяц назад, в середине февраля выступал сопредседатель правления банка Юрген Фитшин, который заявил о том, что в первом квартале 2016 года банк также получит убыток. То есть уже сделан прогноз, уже получается у нас есть опережающий индикатор. Первый квартал у нас с вами завершится 31 марта, и отчетность Deutsche Bank будет уже опубликована в течение второго квартала, то есть либо в апреле, либо в мае, пока что еще нет данных, когда она будет опубликована. Но уже сейчас представители банка, те, которые занимают ключевые посты в данной организации, они говорят о том, что банк опять получит убыток. И связывает это с тем, что на финансовых рынках в начале первого квартала были высокие периоды высокой волатильности. Мы с вами помним, как у нас возникли проблемы в Китае, и сразу же, когда у нас начались торги в первую неделю нового года, в первую неделю января, мы увидели сильные распродажи на фондовых площадках, и также вообще в целом по рисковым активам была высокая такая турбулентность, волатильность и так далее, как угодно это можно называть. И поскольку Deutsche Bank активно участвует во всех этих операциях инвестиционных, то как раз, судя по всему, они получили убытки по этим операциям. То есть вот эта высокая волатильность, она в итоге негативно на них сказалась, и здесь уже заранее они, видимо, все подсчитали и прикинули, что квартал первый для них также будет отрицательный. Соответственно, если в течение всего 2015 года был убыток, плюс первый квартал 2016 года также негативно, получается тенденция отрицательная для акций данного банка, и данные акции уже, получается, можно продавать. Но, возможно, продавать и не стоит, необходимо также посмотреть непосредственно на конкурентов, возможно, допустим, Deutsche Bank, хоть и показывает плохие результаты, но, тем не менее, выглядит лучше, чем его прямые конкуренты. И с учетом того, что у нас сейчас наблюдается некоторый спрос на рисковые активы, допустим, тот же самый S&P стабильно стоит выше уровня 2000 пунктов, и здесь пытается подрасти еще выше, допустим, на 2050 попытки делает сходить. Это все связано с тем, что у нас ЕЦБ понизили ключевую ставку, вчера ФРС ничего делать не стали, то есть, странные банки не стали ужесточать, а, напротив, даже занимают такую более мягкую политику, соответственно, это все позитивно для фондовых рынков. Банк Японии в текущем уже году ставки понизил, делал отрицательную ставку, банк Еврозоны ставку понизил, ФРС не повысил, то есть, для фондовых рынков сохраняется позитивная такая среда, по крайней мере, вот до завершения текущего квартала. И здесь, возможно, у нас также банк, Deutsche Bank будет пользоваться спросом, сейчас посмотрим на его ближайших конкурентов, что же у нас там в итоге рисуется. Пока что ситуация негативная, и по 2015 году, и по прогнозам на первый квартал 2016 года. И вот здесь выявится на своих экранах табличку, где собраны ключевые показатели, финансовые, как по Deutsche Bank, это у нас первая строка, выделена красным цветом, так и по другим его ближайшим ключевым конкурентам. И также в последней строке указано среднее значение, чтобы нам понять, выше среднего, значит, хорошо, допустим, если смотреть на дивидендную доходность или ниже среднего, значит, не совсем хорошо. Вот здесь все данные значения, поэтому сейчас мы более подробно об этом, обо всем поговорим. И начнем с первого показателя, P&I, который у нас означает как отношение цены к прибыли. То есть есть цена акции, есть прибыль на акцию, вот цену делят на прибыль на акцию и получают такое соотношение. У Deutsche Bank нету такого соотношения на текущий момент времени, потому что у Deutsche Bank нет прибыли. Коэффициент P&I здесь рассчитан, исходя из прибыли всех банков за 2015 год, потому что у нас первый квартал 2016 еще не завершился, а 2015 год завершился, поэтому последняя отчетная дата это именно вот весь 2015 год, и вот по ним рассчитаны как раз эти коэффициенты. Поэтому у Deutsche Bank коэффициента быть не может, потому что у него нету второго значения, и то есть у него нету прибыли. У других банков данные значения присутствуют, и здесь необходимо отметить, что когда вы смотрите на анализ коэффициента P&I, вам как покупателям необходимо выбирать компании те, у которых P&I очень низкий. Это указывает на то, что, допустим, акции компании стоят относительно дорого по отношению к их прибыли. И, соответственно, допустим, если вы рассматриваете акции для продажи, допустим, позиция SEL, тогда вам, наоборот, необходимо выбирать те акции, у которых коэффициент P&I очень высокий, допустим, 100, 200, 500 и так далее. Наверное, 500 такого значения нет, но иногда бывают такие значения, встречаются в истории. Вот были такие значения на японском фондовом рынке в конце 80-х годов, когда по многим компаниям, финансовым, страховым, было значение 500. На что это указывает значение? Коэффициент P&I также это указывает на то, за сколько лет, получается, окупятся ваши инвестиции. То есть, если вы не как, допустим, трейдер, частный спекулянт, а вы непосредственно хотите купить целое предприятие, то есть вы выступаете в роли инвестора, причем такого инвестора-собственника. Вот, допустим, у вас есть очень много денег в загашнике, и вы решили, допустим, стать владельцем банка JP Morgan Chase. И если вы сейчас покупаете его по рыночной цене, допустим, все держатели акций решили вам продать, извлечь своих акций, то вам понадобится почти 10 лет, то есть у JP Morgan Chase коэффициент P&I 9,86%, получается почти 10 лет для того, чтобы вернуть те инвестиции, которые вы осуществили. Если прибыль не изменится, то есть она будет в течение почти 10 лет на одном уровне, прибыль, штука переменчивая, она может так увеличиться, так уменьшаться, соответственно, P&I также меняется. Поэтому мы с вами не знаем, какая прибыль будет в будущем, но исходя из того, что если прибыль будет сохраняться, допустим, в среднем, на одном и том же уровне, когда-то больше, когда-то меньше, и такое тоже в целом бывает редко, но возьмем такой гипотетический пример, получается, вам необходимо будет ждать 10 лет. Соответственно, если вы, допустим, выберете компанию, у которой P&I 100, то если вы покупаете данную компанию, вам предусматривать 100 лет. Соответственно, доживете ли вы до того момента, когда ваши инвестиции окупятся? Наверное, нет, потому что среди нас, я думаю, очень мало будет таких долгожителей, которые проживут там лет 130, 140, 150. И вот на японском фондовом рынке были такие парадоксальные ситуации, когда коэффициент P&I был равен 500, то есть, допустим, покупаете предприятие и вам предусматривать 5 лет, 5 веков, то есть 500 лет, для того, чтобы ваши инвестиции окупились. Согласитесь, это абсурдно, то есть, ну как, вот с точки зрения разума можно делать такие инвестиции, чтобы вернуть непосредственно вложенные деньги через 500 лет. То есть, это сколько должно поколений пройти, чтобы, допустим, какие-нибудь там ваши пра-пра-пра-далекие правнуки или правнучки в итоге смогли вернуть те деньги, которые, допустим, вы вложили. Но, тем не менее, такие коэффициенты были, и вот такой абсурд тоже был. Поэтому здесь нам необходимо смотреть, от чего мы играем. Если мы играем от покупок, то ищем низкие P&I, если играем от продаж, то ищем высокие P&I. Это сейчас я в целом рассказал о том, как пользоваться коэффициентом P&I, потому что на предыдущих наших вебинарах возникают такие вопросы, как вот, допустим, самому анализировать рынок, допустим, не ждать меня, когда, допустим, я проведу вебинар на какую-то компанию, можем также самому это сделать, выбрать ключевые коэффициенты и сравнивать их. Поэтому сегодня в мониторинге говорим о Deutsche Bank, ну и в целом, как эти коэффициенты применять. Так вот, получается у нас средний коэффициент среди данных банков 12, и мы видим, что у двух банков коэффициент выше среднего, это банков New York Mellon 1379 и BlackRock 1689. То есть, получается, даже если вы, допустим, увидели, что у банка кредитов самый низкий коэффициент, и у него очень хорошие остальные показатели, и вы, допустим, решили его купить, то это интересный момент для покупки. То есть, еще раз подчеркну, если мы увидели, что P&I очень низко, это не означает, что мы сразу же бежим и покупаем. Мы не сравниваем в комплексе с другими показателями. Необходимо, чтобы, если не все, то практически все из ключевых были очень хорошие. Если только, допустим, P&I очень хорошие, остальные очень плохие, то здесь толку нам от этого P&I низкого никакого нет. Поэтому здесь, получается, можно сделать вывод, что если у Credit Suisse будут остальные показатели хорошие, то его можно покупать, а, допустим, BlackRock, если у него показатели остальные будут очень плохие, тогда уже можно рассматривать для того, чтобы продавать, допустим, котировки BlackRock подошли к сильному уровню сопротивления, и вот от него уже можно шортить. Соответственно, Credit Suisse покупали от сильной поддержки. Рассмотрим следующий показатель, это P&ABV, то есть цена к балансовой стоимости, отношение цены к балансовой стоимости компании. Здесь та же самая аналогия, как и с P&I. Чем ниже этот показатель, тем лучше, чем выше, соответственно, тем хуже. Есть определенный уровень, самый такой высокий коэффициент цены к балансовой стоимости, это 5, то есть все, что выше 5, то есть цена в 5 раз превышает балансовую стоимость, это уже считается опасным для покупок. И, соответственно, допустим, если вы видите компании, у которых цена к балансовой стоимости там равна, допустим, 10, то это уже при всех остальных равных условиях, то есть все плохо у компании, можно уже рассматривать как сигнал к продаже. Здесь мы видим, что у компании Deutsche Bank, у банка есть такой коэффициент, потому что, допустим, банк завершил год с убытков, но, тем не менее, балансовая стоимость у него есть, акционерный капитал у банка есть, поэтому здесь уже данный у нас присутствует. И он равен 0,32. Это хорошо, то есть ниже единицы, то есть сейчас банк торгуется ниже, чем его балансовая стоимость. Это крайне привлекательно, причем такой уровень 0,32 это вообще замечательный. Но это не означает то, что мы сразу же должны сейчас прямо обращаться к нашему торговому терминалу, нажимать кнопку «Бай», то есть покупаем однозначно, нет, нам необходимо сравнить все остальные параметры. Если они очень хорошие, тогда уже можно покупать. посмотрим на следующие показатели, то есть мы, как я уже говорил, смотрим не только на Deutsche Bank, но и в целом на эти банки и выбираем в том числе не только, допустим, привлекательные моменты Deutsche Bank, у которых сегодня тема нашего бинара, но также смотрим на его конкурентов. Возможно, сегодня мы увидим еще какие-то привлекательные, интересные моменты, либо чтобы покупать, либо чтобы продавать. И смотрим, что среднее значение по отрасли составляет 0,99, то есть, грубо говоря, единица, то есть балансовая стоимость. Соответственно, все, что ниже, это хорошо. Что у нас ниже единицы? У нас ниже единицы кредит Суис, как у него и низкий эффективен Пинави, то есть уже неплохо, два значения ниже среднего, поэтому кредит Суис можем себе взять на карандаш, то будем его дальше анализировать, если там все неплохо, то, возможно, необходимо и также его покупать, допустим, работать от покупок. То есть берем себе на карандаш кредит Суис. И смотрим, что у нас еще ниже среднего значения 0,99, это банк JP Morgan Chase, но значение 0,98, то есть, грубо говоря, находится на среднем. Поэтому можем также держать его здесь тоже на карандаше, у JP Morgan Chase Пинави также ниже среднего. Поэтому здесь у нас получается в целом у дочь банка показатели очень хорошие, 0,32, самый низкий, это позитив. Теперь смотрим на следующий коэффициент, это дивидендная доходность. Чем нам хороша дивидендная доходность? Она, дивидендная доходность показывает, насколько компания готова делить своей прибылью с акционерами. Потому что все акционеры любят получать дивиденды, неважно, кто это, допустим, трейдер какой-нибудь, там, Петр Петров из города Архангельска, либо, допустим, какой-нибудь, там, член семейства Рокфеллеров из Америки. Дивиденды любят абсолютно все. И, соответственно, чем выше дивидендная доходность на акцию, тем она, акция становится более привлекательной. Потому что, что вы будете выбирать, как, допустим, трейдер, инвестор, ну, в первую очередь здесь идет речь именно об инвесторах, потому что трейдеры, они обычно торгуют там внутри дня, внутри недели, а вот инвесторы уже покупают там на более длительный период и в том числе под дивиденды. Поэтому, в большей степени ответ относится именно к таким уже более долгосрочным инвесторам, но, тем не менее, под дивиденды можно покупать и перед выплатой дивидендов. Допустим, мы с вами знаем, что, условно, завтра будет выплата дивидендов, поэтому сегодня мы также можем и покупать данные акции в расчете на то, что будет у нас дивидендный доход. Так вот, среднее значение по данной выборке составляет 2,73%, то есть, именно такой средний дивиденд. С одной стороны, вроде бы, значения небольшие, но необходимо небольшие, допустим, для таких стран, как Россия, Украина, Казахстан и так далее, потому что мы все-таки привыкли к таким более высоким ставкам, допустим, 10%, 15%, 30%, но здесь необходимо понимать, что, поскольку данные компании торгуются на Нью-Йоркской бирже, то здесь и получается такая невысокая доходность, потому что в Америке инфляция гораздо более низкая, чем, допустим, в той же самой России. Если в России у нас, по официальным данным, конечно, у каждого инфляция своя, у каждого человека свой набор тех товаров, услуг, которые он покупает, соответственно, они по-разному выросли, и получается у всех своя инфляция, но в этой связи получается, как же нам в итоге посчитать инфляцию по стране, это очень трудно, поэтому был придуман такой индекс инфляция в России, допустим, в 2015 году составила 12,9%, поэтому и получаются такие высокие ставки по дивидендам, по банковским вкладам, по 8%, по 15%, есть компании, которые платят дивиденды по 30%, в России вроде бы это хорошо, но в Америке в минувшем году инфляция составила 0,7%, всего даже процента не было, поэтому здесь тоже очень высокий уровень, допустим, у Клиц-УИС доходность 4,69%, и это очень высоко, на фоне хоть американской инфляции, хоть, допустим, инфляции в Швейцарии, где там она вообще у нас отрицательная, поэтому ставки очень высокие, поэтому здесь, смотря что с чем сравнивать, и здесь получается их значение 2,73%, и выше среднего у нас два банка, это JP Morgan Chase 2,97%, и Кредит-УИС 4,69%, то есть мы с вами уже держим на карандаше два этих банка, Кредит-УИС и JP Morgan Chase, причем получается, если сравнивать по трем показателям, то, как мы видим, из этой таблички лучше выйдет именно Кредит-УИС, потому что у него P&I ниже, и цена к балансовой стоимости тоже ниже, чем у JP Morgan, и дивидендоходность она выше, поэтому Кредит-УИС мы с вами держим на карандаше, и после нашего бинара каждый из вас желающий может также посмотреть на его финансовые показатели, то есть сегодня мы с вами рассматриваем алгоритм, как анализировать банки, то есть надо смотреть вот на ключевые параметры, которые здесь в таблице указаны, сейчас мы о них говорим, также смотрим на чистую прибыль, есть она или нет, как она выросла, или допустим она упала, если допустим у Кредит-УИС есть чистая прибыль в 15-м году, и причем она выше допустим чем в 14-м году, тогда акции данного банка уже можно покупать от уровня поддержки, поэтому вот вам еще одна идея из сегодняшнего бинара по Довичбанку. Но по Довичбанку у нас тоже сегодня есть идеи, и как я уже говорил в начале вебинара, идея как краткосрочная на две недели до конца марта, так и среднесрочная на ближайшие, допустим, там 2-3 месяца, то есть до конца второго квартала, до 1 июля. Поэтому сегодня уже, грубо говоря, две идеи у нас как минимум по Довичбанку и Кредит-УИС получаются. Посмотрим дальше, что у нас идет, это показатели рентабельности активов, здесь необходимо отметить, что для каждого сектора есть свои правила. И необходимо отметить, что сектор финансовый, допустим, банки, страховые компании, у него рентабельность активов находится на более низком уровне, потому что у него очень много активов, и здесь, если, допустим, рентабельность активов 1%, это вроде бы ничтожная величина, допустим, у промышленных компаний рентабельность активов может достигать 15%, 20%, и если мы увидим рентабельность активов 1%, мы можем испугаться, вроде бы, допустим, посмотрим на какую-нибудь промышленную компанию, или там компанию потребительского сектора, там рентабельность 20%, возможно, даже выше, а здесь, допустим, сегодня процент, что такое, очень все плохо получается, и так далее, и тому подобное, мы испугались, убежали, нет, пугаться не нужно, для финансового сектора есть исключение, поэтому здесь считается высокой рентабельности активов на уровне 2%, то есть, все, что 2% и выше, это очень хорошо, это указывает на то, что компания умело распоряжается своими активами и получает от них высокую отдачу, то есть, у компании есть активы, она получает с этих активов высокую прибыль, соответственно, все, что ниже единицы, это считается плохо, и все, что от единицы до 2%, это считается средний уровень, то есть, смотрим на другие, и вот здесь мы смотрим на данный показатель рентабельности активов, и мы с вами видим, что среднее значение по отрасли, по этой выборке, очень низкое, оно ниже единицы, 0,64%, и у Deutsche Bank значение отрицательное, 0,3% со знаком минус, потому что у банка активы есть, активы большие, но у банка в 2015 году убыток, как мы уже с вами говорили, и убыток, причем очень большой, максимальный уровень с 2008 года, почти 7 миллиардов евро убытка у банка. Допустим, у банка JP Morgan Chase рентабельность активов 0,99%, грубо говоря, 1%, это среднее значение, поэтому здесь получается он проходит для того, чтобы также в дальнейшем его анализировать. А вот, допустим, у того банка, о котором мы уже говорили, что он более привлекательный, чем JP Morgan, это Credit Suisse, здесь значение рентабельности активов очень слабое, 0,25%, и здесь получается уже большой знак вопроса. Поэтому здесь уже получается пальво первенство по четырем показателям переходит именно уже к банку JP Morgan, потому что в целом у него более ситуация сглажена, именно вот за счет рентабельности активов, более высокая, чем у Credit Suisse. И самая высокая рентабельность из этой выборки это у банка BlackRock 1,04%, то есть до 2% тоже где-то тянули до максимального уровня, но тем не менее выше единицы, поэтому тоже в целом все относительно неплохо. И вот видите взаимосвязь, допустим, между высоким уровнем рентабельности активов и коэффициентом и коэффициентом P&I, то есть мы с вами видим, что у банка BlackRock самый высокий уровень рентабельности активов 1,44%, и у него самый высокий коэффициент цена прибыли. То есть участники рынка активно покупают именно те банки и вообще в целом компании, у которых хороший показатель. И вот, допустим, по рентабельности активов у банка BlackRock высокий показатель по сравнению с конкурентами, и мы видим, что его активно покупают и у него высокое соотношение цены прибыли. То есть те акции, которые активно покупают, у них коэффициент цена прибыли высокий и те акции, которые покупают менее активно, у них уже коэффициент поменьше. Поэтому здесь взаимосвязь прямая между показателями есть, потому что показатели ключевые, как я уже говорил. Рассмотрим следующее значение. РОИ, это по-русски так называют РОИ, не пугайтесь, это вот, если выражаться таким, скажем, российским трейдерским языком, это у нас рентабельность собственного капитала или рентабельность акционерного капитала. Акционерный капитал и собственный капитал это одно и то же. Поэтому, если вы где-то, допустим, в литературе какой-то учебной, либо там в статьях, в обзорах, в средствах масс-информате слышите, допустим, что сначала говорят о собственном капитале, потом говорят о рене акционерном капитале, это все одно и то же. Пугаться этого не стоит, потому что некоторые трейдеры путаются, Они думают, что это разные вещи, собственные капиталы и акционерные капиталы. Нет, это одно и то же. И данный показатель тоже очень важен, потому что он показывает норму отдачи непосредственно инвесторов, которые вложили свои деньги в данную компанию, то есть на акционерный капитал. Соответственно, чем выше норма отдачи, тем получается более сильный сигнал, чтобы покупать. И, соответственно, чем ниже норма отдачи, тем уже получается более сильный негативный сигнал. И мы с вами видим, что у банка Рейджбанк отрицательное значение по-прежнему. То есть здесь нет ничего такого удивительного, потому что рекордные убытки по итогам 2015 года. 9,3% со знаком минус. Среднее значение достаточно тоже невысокое, 5,05%. Но, с другой стороны, среднее значение все равно является хорошим, потому что рентабельность акционерного капитала, здесь сравнивают с доходностями двухлетних и срочных гособлигаций. То есть двухлетние гособлигации являются, скажем так, альтернативой этому показателю. Соответственно, если рентабельность акционерного капитала выше, чем доходность двухлеток, это позитивно. Причем, если выше в разы, это еще больше позитив. Если ниже, тогда уже не позитивно. Почему есть такая взаимосвязь с двухлетками, наверное, спросите вы. Действительно, вопрос очень интересный и вопрос такой насущный. Взаимосвязь есть прямая, потому что если инвесторы решили инвестировать, то они обычно во что инвестируют? Они обычно инвестируют либо в рынок... У нас фондовый рынок это что? Фондовый рынок это рынок акций и рынок облигаций. То есть, рынок акций это долевой рынок, его еще называют, а рынок облигаций это долговой рынок. И все вместе это называется фондовым рынком. Не стоит думать, что, допустим, рынок облигаций к фондовому рынку не относится. Нет, фондовый рынок это общее такое понятие. И, допустим, пришли инвесторы, неважно кто это. Тот же самый трейдер, там инвестор из Архангельска, о котором мы говорили. Или, допустим, кто-то из семей Акфеллеров, либо, допустим, какой-то национальный инвестор. Допустим, страховая компания, которая входит в холдинг Уоррена Баффета и Бершер Хэтуэй. У Баффета много страховых компаний, которые каждый день торгуют на рынке акций, которые проводят оборачиваемость своих средств вступающих. Возможно, допустим, этот институт пришел на рынок. И есть два выбора, то есть, во что инвестировать. Либо в долевое участие, то есть, покупать акции, либо в долговое, покупать облигации. Соответственно, облигации делятся тоже на две группы. Это государственные облигации, у которых высокий рейтинг надежности. То есть, шансы на то, что полгода с облигацией будет объявлен дефолт, он низкий. Но в зависимости от страны, опять же, допустим, в России дефолт мы проходили в 1998 году. А вот, допустим, в Америке дефолта не было и, получается, скорее всего, не будет. Но, вроде бы, экономические предпосылки есть, допустим, к дефолту, если там все сложится воедино. Но, скорее всего, этого не будет, потому что сейчас такой всемирный хаос, третья такая мировая война или, допустим, Первая мировая экономическая война. Поэтому здесь, наверное, дефолта не будет. Поэтому, получается, допустим, в Америке есть либо гособлигации, краткосрочные двухлетки, у которых доходность низкая и низкий вариант дефолта, либо, допустим, облигации корпораций, тех же самых, допустим, облигаций JP Morgan, Bank of New York, Mellon или, допустим, Credit Suisse. Там доходность уже повыше, чем по гособлигациям, но там и риск присутствует тоже. Но, опять же, здесь тоже, чем надежнее компания, тем риск минимальный, потому что, если компания надежная, работа с прибылью, она в состоянии оплачивать непосредственно свои долговые обязательства, и здесь ничто не угрожает. Либо, допустим, есть возможность у инвестора покупать, уже непосредственно вступать в долевое участие, то есть покупать акции. И, смотрите, получается, что если мы покупаем акции, то есть идем в долевое участие, допустим, покупаем акции в Deutsche Bank, то есть здесь есть риск. Риск того, что котировки могут упасть, и мы с вами, допустим, условно говоря, купили по 20 долларов, а котировки упали до 10, получили минус 10. Результат печальный. Либо, допустим, мы можем уйти, допустим, в рынок долга, то есть купить облигации, по которым там сейчас по двухлеткам доходность 0,8%. Вроде бы смешная доходность, но она перекрывает инфляцию, и мы получаем там небольшой реальный доход. То есть инфляция 0,7%, доходность 0,8%, грубо говоря, 0,1% имеем на вар. И здесь у нас риска никакого нет, мы заработаем 0,8%, а чистыми получается минус инфляцию за вычетом 0,1%. Или, наоборот, мы ищем ту компанию, у которой высокая норма прибыли, мы получаем дивиденды, дивиденды дохода, и в течение года, и плюс еще акции растут, мы также, получается, со временем можем провести акции и заработать еще больше. Поэтому здесь и получается, если, допустим, показатель рентабельности акционерного капитала ниже, чем доходность двухлеток, то нет никакого смысла покупать бумаги данной компании, иметь два акции, потому что тогда проще уйти на рынок долга и купить облигации, и получить хоть небольшую, но стабильную доходность. И в этой связи, получается, инвесторы ищут что? Они ищут те акции, у которых рентабельность акционерного капитала в разы, либо хотя бы она немного, но превышает доходность двухлеток. И среднее значение при процентах, оно превышает доходность двухлеток американских и двухлеток швейцарских. У нас здесь есть американские банки, немецкие, допустим, то же самое, Deutsche Bank, кредитцы и швейцарские. И везде доходности на очень низком уровне. Самый высокий уровень доходности – это в Америке сейчас 0,8% с копейками. Поэтому здесь получается самая высокая норма прибыли на акционерный капитал у банка BlackRock – 1,97%. В втором месте находится банк JP Morgan Chase, чуть более 10%, поэтому JP Morgan Chase уже по пяти ключевым показателям находится на вполне приемлемом уровне, поэтому мы с вами берем данный банк себе на карандаш, что также можем рассмотреть в том числе и покупку, возможно, вот этих акций. Сейчас поговорим еще об одном важном показателе. Если он тоже хороший, тогда берем себе акции данного банка на карандаш, смотрим на дальнейшие его показатели прибыли и выручки. Если там все хорошо, тогда можно будет работать от покупок, в том числе по JP Morgan Chase. И следующий наш показатель – это Net Profit Margin. Он означает рентабельность чистой прибыли к выручке. То есть выручка, как мы с вами уже говорили, может быть абсолютно любой. Она может быть огромной, допустим, 100 миллиардов, но при этом прибыли может быть 1 миллиард, соответственно, мы миллиард делим на 100, получаем всего лишь на всего 1%. То есть вроде бы выручка колоссальная, 100 миллиардов, но при этом у нас рентабельность 1%, соответственно, это очень низкое значение. Либо, напротив, допустим, есть компании, у которых выручка 10 миллиардов и прибыль миллиард, тогда мы уже получаем 10%. Рентабельность чистой прибыли, соответственно, 10% лучше, чем 1%. И инвесторы, как частные, так и финансовые институты будут покупать именно второе предприятие, у которых более высокий уровень рентабельности чистой прибыли. Здесь среднее значение по данной выборке, вот мы видим последнюю у нас строка, это 13,08%. И все, что выше этого уровня, то хорошо, соответственно, все, что ниже, то не совсем хорошо. И вот мы с вами говорили о двух банках, которые мы себе взяли на карандаш, это вот JP Morgan Chase и Credit Suisse, то мы с вами видим, что у JP Morgan самое значение практически высокое, выше только у BlackRock 29,4%, дальше JP Morgan Chase 26,31%, то есть в два раза выше, чем среднее значение. Это очень хорошая рентабельность чистой прибыли. Ну, Credit Suisse, значение чуть менее 9%, соответственно, по всем пяти показателям у нас получается очень хороший потенциал для того, чтобы, возможно, покупать акции банка JP Morgan Chase. То есть мы привели ключевые параметры, сделали выборку, занесли себе на карандаш банк JP Morgan Chase, и дальше уже самостоятельно можем посмотреть на прибыли банка, как она изменяется, если там все хорошо, прибыль есть, прибыль растет, тогда можно будет искать на графике сильные уровни поддержки и от них покупать, то есть также можно будет заработать на покупках. Если прибыли нет, одни убытки, тогда ничего делать не надо. И смотрим непосредственно на Deutsche Bank, именно сегодня тема нашего бинара посвящена этой организации, здесь вполне логично, что отрицательное значение, минус 20,2%, все логично, потому что выручка у компании есть, но у компании убыток к 2015 году, поэтому убыток поделили на выручку, в итоге получили, что рентабельность отрицательная, со знаком минус 20,2%. Уважаемые коллеги, сейчас мы сделаем небольшую паузу, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, я на них с удовольствием отвечу, кому что непонятно спрашиваете, и затем уже мы обратимся непосредственно к нашему торговому терминалу, Медтрейдер 4, посмотрим на графики акции Deutsche Bank, и составим прогноз, как можно будет заработать на акциях, как в краткосрочной, так и уже в более среднесрочной перспективе. То есть, как вы видите, сегодня у нас есть две возможности. Первая возможность – это заработать на акциях Deutsche Bank, сегодня мы уже об этом говорим, и сейчас перейдем к завершающей части нашего вебинара, и также вы самостоятельно можете проанализировать банк JP Morgan Chase, и возможно, если там все хорошо, также у вас будет вторая идея. То есть, вот в рамках одного вебинара мы с вами провели такой анализ, и вот такая тенденция у нас получилась. Так, где можно взять всю информацию для анализа? Алексея благодарю за вопрос. Есть информационные сайты, не буду делать им рекламу, потому что они нам, к сожалению, не заплатили рекламу, но в этом проблем нет. И, скажем так, эти сайты относятся к популярным поисковикам американским, то есть, в Америке так много поисковиков популярных, поэтому, я думаю, вы уже примерно понимаете, о чем речь. И у них есть разделы, разделы финансы, и вот там вы можете все это посмотреть, все это взять для себя, и там есть и отчеты, в том числе ссылки на отчеты. Если что, плохо, то, что информация вся на английском, но даже если, допустим, кто-то английский не знает, возможно, многие не знают английский, возможно, многие не знают, но если кто не знает, то есть у нас тоже переводчики на каждом сайте, втором, и в тех же самых поисковиках есть функция перевода, соответственно, вы также все это примерно можете понять, поэтому здесь проблем с этим не составит. Если вопросов нет, мы тогда сейчас включим трансляцию экрана. Уважаемые коллеги, мне от вас нужна обратная связь, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет, трансляцию рабочего стола, у вас должен появиться терминал MedTrader4, нашей компании, FreshForex, и график, Deutsche Bank, дневные свечки. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если трансляцию видно. Да, отлично, благодарю за обратную связь. И, значит, перешли мы к совершенно части нашего вебинара, то есть мы с вами посмотрели, что все плохо у Deutsche Bank, и плюс вспомним слова одного из членов управления банка на том, что первый квартал будет убыточный текущего года. Но итоги по первому кварталу будут подведены уже во втором, а в апреле-майе, поэтому получается, что в апреле-майе мы с вами увидим падение котировок. Есть учитывая того, что все показатели плохие, ключевые, здесь уже нужно будет продавать. А вот сейчас, до конца первого квартала, то есть получается, на второй квартал, это вот апрель, май, июнь, я думаю, что необходимо продавать, потому что плохой отчет за первый квартал, плюс в целом плохой отчет за 15-й год. И в целом мы видим, что конкуренты Deutsche Bank выгод более интересно, поэтому, скорее всего, деньги будут уходить из Deutsche Bank в другие банки, в том числе, поэтому здесь получается среднесрочный прогноз с апреля, мая, июнь для продаж. А краткосрочный прогноз, на мой взгляд, можно покупать, или можно ждать рост котировок. Вот мы видим, что у нас были распродажи по Deutsche Bank, вот, допустим, отсюда продажи у нас начались, и вот мы так с вами видим, падали-падали мы по Deutsche Bank, причем упали очень сильно, конечно, изменения. Если у нас, допустим, еще 23 октября 2015 года котировка была 30 долларов 81 цент, то сейчас мы уже упали на отметку, не сейчас, а вот 9 февраля на 14.77, то есть упали более чем в два раза, соответственно, это очень сильное падение, более 50 процентов. И сейчас, на мой взгляд, у нас наблюдается отскок, то есть мы чертим волну, вот такой коррекционный, вот у нас первая волна, и вот сейчас идет вторая волна коррекции. И, на мой взгляд, она будет завершающая, и вот если посмотреть уже по технике, то взять, допустим, последовательность Фибоначчи, то у нас, получается, можно ожидать, что эта коррекционная вторая волна, вот этот зигзаг, он в итоге завершится на расстоянии в 1,61 и 80, это уже заговорился, на последовательность Фибоначчи, если вот умножить эту волну, вот от 14,77 до 18,08, мы получаем чуть более 3 долларов, мы с вами умножаем на последовательность Фибоначчи 1,61 процента, не процента, а просто 1,61, то мы с вами получаем, что у нас верхняя граница будет обозначена на отметке 21,40, то есть, вот 21,40, это получается такой потенциал для роста, и там уже все, и на обычный взгляд, скорее всего, именно такая тенденция у нас начертится, вот в начале текущей недели у нас была кассировка 20,68, немного мы не дошли, до 21,40, и вот сейчас скорректировались, но опять же, скорректировались, но даже не дошли до средней границы по более жирнодневке, поэтому я думаю, что мы еще будем подрастать, подрастать вот именно в область верхней границы по Боллинжеру, сейчас это отметка 21,10, и вот получается мы к ней подрастем, и после чего уже мы будем падать, но с другой стороны, возможно, мы немного и не дойдем до этой верхней границы, то есть, бывает иногда так, что до верхней границы плюс-минус либо мы немного не доходим, либо мы немного переходим, поэтому лучше округлить, поэтому я бы рекомендовал следующий такой прогноз, краткосрочный, два прогноза, я и обещал, первый прогноз краткосрочный, на две недели, то есть открывать покупки от текущих уровней, и чуть пониже, это на средний, по Боллинжеру, 18,45, и ждать роста к отметке 20, это первая цель, 20 ровно, психологический уровень, и вторая цель, это уже чуть выше, верхняя граница по Боллинжеру, то есть 22, потому что неизвестно, дойдем мы до верхней, пересечем ее или нет, поэтому там можно также половину прибыли зафиксировать, и уже после этого, начиная с 1 апреля, то есть когда у нас с 1 апреля у нас будет пятница, даже можно не с 1 апреля, а получается с 4 апреля, с понедельника, потому что возможно еще 1 апреля не будет сильных распродаж, а вот с 4 апреля с понедельника уже можно открывать продажи, если мы не будем на таких высоких уровнях, возможно какая ситуация, возможно сейчас допустим мы стоим на 19, сходили на 20 или 21, и после этого немножко поболтались и упали, тогда уже продаем, допустим, с 4 апреля продаем наверняка и ждем снижения вот к нижней границе по Боллинжеру, это первая цель 15.81, и вторая цель, ждем обновления минимума текущего года, то есть ждем снижения на 14 ровно, то есть ждем, что будет обновление февральского минимума, либо допустим есть другой вариант, мы сейчас постепенно растем, и до конца месяца будем как раз расти допустим на 22, вот выше, чем верхняя граница, тогда уже можно будет продавать, в том числе и от 22, первую продажу и вторую продажу разместить на 24, почему такое большое расстояние, потому что бумага очень волатильная и может легко сходить от 22 до 24 за один торговый день, поэтому вот такой сценарий, то есть сейчас до конца месяца работаем от покупок, первая цель 20, психологический уровень, вторая цель 22, а затем уже получается 4 апреля, когда начинается второй квартал, мы ожидаем то, что будет негативный отчет, о котором нам заявляли представители банка, и соответственно ожидаем, что бумаги будут продавать, потому что здесь у нас впадет тенденция уже по индикаторам теханализа, то есть мы с вами допустим, грубо говоря, подрастем к верхней границе, где можно ожидать снижения котировок, и скорее всего по индикатору RSI мы также будем находиться уже в области перекупленности, и тогда уже и техника, и фундамент совпадут, поэтому сейчас пока индикатор осциллятора RSI находится в середине диапазона, значение 51, поэтому еще у нас никакой перекупленности нет, должны хотя бы стоять либо сильные перекупленности, либо дивергенции еще лучше, хотя бы там на часовиках, но пока у нас ничего такого нет, поэтому еще можем расти. Вот два таких прогноза, сначала покупаем, а во втором квартале продаем и ждем сильного снижения и на этом зарабатываем. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы, у нас есть еще немного времени, и я на них с удовольствием отвечу. Также хотелось бы сделать небольшой анонс, на будущей неделе мы с вами вновь встречаемся в четверг, в 17 часов ровно по Москве, это будет 2,4 марта, и мы поговорим об акциях компании Сургутнефтегаз, мы с вами видим, что у нас наблюдается рост котировок на рынке нефти, в начале марта мы проводили вебинар по рынку нефти и говорили о том, что необходимо нефть покупать на откатах, ждем роста, и рост у нас наблюдается, то есть, тот прогноз, который мы сделали, был уверен, нефть растет, и факторы, которые мы смотрели, они оказались верными, и вот мы поговорим о том, как же можно заработать еще от роста котировок нефти, потому что обычно если у нас нефть растет, то можно покупать нефть, на этом зарабатывать, но есть еще другие инструменты, которые также от нефти зависят, допустим, акции нефтяных компаний, причем по данным акциям зачастую можно получить прибыль гораздо выше, чем, допустим, непосредственно от покупки самого базового актива, то есть, в нашем случае нефть. И вот как раз мы рассмотрим такую возможность, как можно заработать на акциях компании Сургут Нефть и Газ, этот вебинар мы проведем ровно через неделю, 24 марта. Сургут Нефть и Газ компания выбран случайно, потому что эта компания в минувшем году, в 2014 году получила рекордную прибыль, то есть, максимальную прибыль за всю историю своего существования. И вот посмотрим, сохранится ли эта позитивная тенденция даже не в минувшем году, а в 2014 году прибыль составила 884 миллиарда рублей, то есть, почти триллион рублей за 2014 год компания заработала. И почему мы с вами будем проводить все вебинары именно по этой компании, потому что в конце марта, вот примерно там 24-го, 29-го марта, вот в этот период ожидается уже годовой отчет за 2015 год. Поэтому мы с вами сыграем немного на опережение, скорее всего, наш вебинар будет раньше, чем этот отчет, поэтому мы с вами сыграем на опережение и проведем анализ о компании Сургутнефтегаз и также составим прогноз, как можно будет на этом заработать. Вот такой вебинар мы проведем на будущей неделе. Как вижу, вопросов нет, это замечательно, значит, всем все понятно, раз всем все понятно, тогда мы завершаем наш вебинар. Уважаем коллеги, благодарю всех за внимание, желаю всем успешной торговли, надеюсь, что вам сегодня понравился вебинар, мы с вами не только посмотрели, что из себя представляет Deutsche Bank, но также и рассмотрели алгоритмы, как можно анализировать самому акции, и помимо того, что сегодня даны прогнозы по Deutsche Bank, также были даны рекомендации по банку JP Morgan Chase, если у кого есть желание, у кого есть возможности, также сами самостоятельно посмотрите на данные акции, возможно, там тоже есть идеи для заработка, то есть пока что по ключевым параметрам JP Morgan Chase вполне хорошая компания, чтобы покупать ее акции, поэтому теперь уже осталось дело за малым, провести самостоятельный анализ прибыли, и после этого принять решение, вот такие сегодня у нас две идеи, и я думаю, что на будущей неделе мы также поговорим не только о Сургутнефтегазе, но и посмотрим какой-нибудь ее из ближайших конкурентов, и также дадим еще одну идею, то есть кроме Сургутнефтегаза еще что можно будет, допустим, взять себе на карандаш. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар еще раз. Благодарю всех за внимание, желаю всем успехов, до новых встреч!